Новый глава антимонопольной службы Таджикистана Икрамиддин Вализода 24 апреля аннулировал распоряжение номер 31. В сообщении, адресованном мобильным оператором, говорится, распоряжение антимонопольной службы от 4 марта 2019 года за номером 31 о тарифах на электрическую связь считать недействительным. Это произошло уже после того, как 23 апреля пресс-служба Рахмона выпустила короткий пресс-релиз, в котором говорится, что по указанию президента Рахмона расценки по использованию интернета и стоимости тарифов мобильных компаний были возвращены в исходное положение. Также в пресс-релизе говорится, что якобы по поручению Рахмона в отношении так называемых ответственных лиц, допустивших подобное положение, будут приняты меры. Кроме того, пресс-секретарь Рахмона подчеркнул в беседе с радио Азади, что Рахман осведомлен о недовольстве жителей страны относительно повышения цен на интернет. Напомним, что ранее по инициативе антимонопольной службы начиная с 18 апреля цена на интернет и мобильную связь была повышена в два раза, то есть до 6 долларов 7 центов за 1 гигабайт трафика. Наблюдатели считают, что решение о повышении цен на интернет было принято режимом по двум причинам. Желание пополнить таким нехитрым путем как разворованный госбюджет, так и стимулировать семейный бизнес Рахмона, так как единственным монополистом по продаже интернета в Таджикистане является госкомпания при Минсвязи Таджик Телеком, определенная доля в которой, согласно неофициальной информации, принадлежит свату Рахмона Бек Сабуру. Стремление подавить любую политическую и религиозную активность путем уменьшения количества интернет-пользователей. В силу того, что основными интернет-пользователями в Таджикистане являются молодые люди, активно пользующиеся соцсетями, для многих из них подорожание интернета в два раза должно было оказаться существенным. Режим всячески пытался оправдать решение повышения цен на интернет, приводя абсурдные причины, вроде заботы о здоровье населения страны, негативном влиянии интернета на сознание подрастающего поколения и тому подобное. Для подобной пропаганды режим использовал как чиновников, так и религиозных деятелей. Так, например, проправительственный религиозный деятель Эшони Сираджиддин записал видеобращение к народу, в котором заявил, интернет является источником многих бед Таджикистана, он сеет разврат и прелюбодеяние, провоцирует измену. Также он назвал всемирную паутину «чумой века» и призвал народ отказаться от интернета. Видеоролик с обращением был опубликован в социальных сетях и на видеосервисе YouTube. Журналист Зафар Суфи прокомментировал данное обращение следующим образом. Власти, как правило, стали прибегать к помощи священнослужителей, но на сей раз ошиблись. Эшони Сираджиддин сейчас не пользуется былым авторитетом и мало кто прислушивается к его призывам. Наблюдатель отмечает, что отмена решения о повышении цен на интернет самим президентом Таджикистана в данном случае преподносится так, что якобы само решение исходило не от правящего режима, а было инициативой некоторых чиновников, что категорически не соответствует фактам. Нужно отчетливо понимать, что в такой авторитарной стране, как Таджикистан, ни одно решение не принимается без одобрения Иммали Рахмона. Ни одно ведомство или чиновник не может по собственной инициативе принимать решение без согласования с так называемым «пешвой милат». И в данном случае использование административных ресурсов и привлечение священнослужителей для оправдания в глазах народа повышения цен на интернет ясно указывает на то, что данное решение было абсолютно осознанным для режима. Кроме того, тот факт, что Рахмон назначил уволенного главу антимонопольной службы Сади Кадирзада, заместителем главы своей администрации, в то время как лично пообещал строго наказать инициаторов повышения цен, служит очередным свидетельством того, что инициатива исходила от самого Рахмона. Эксперты отмечают, что за последние полгода население страны начало проявлять активность, высказывая в соцсетях свое недовольство в отношении принимаемых режимом решений. И эта активность нарастает с каждым днем. В частности, хорошим примером данной политической активности служит случай с попыткой со стороны властей в декабре прошлого года принять закон, запрещающий вход и нахождение женщин в исламском одеянии в здания учреждений и организаций, независимо от их форм собственности. Жители страны объявили массовый флешмоб с протестом против данного решения, что в итоге привело к заморозке законопроекта. Также и в случае с повышением цен на интернет, ситуацию переломила именно активная позиция жителей страны, как в социальных сетях, так и в столице, где небезразличные горожане начали собирать подписи против данного решения. Дошло даже до того, что в социальных сетях таджикские пользователи начали призывать к бойкоту мобильных операторов и акциям протеста в столице. Конечно же, режим не ожидал такой реакции со стороны общества и был уверен, что очередное антинародное решение, как и многие прежние, будет принято безропотно и смиренно. Наблюдатели также отмечают, что по всей вероятности, Эмамали Рахмон в ближайшем будущем задумал передачу власти своему сыну Рустаму. Для этого он изменил законодательство, понизив возраст президента с 35 до 30 лет. Назначил Рустама на различные должности, и даже сегодня Рустам, хотя он и является мэром столицы, но по факту принимает активное участие в управлении страной. Именно поэтому Эмамали Рахмон будет стараться избегать какого-либо обострения отношений с народом, также избегать лишних поводов для недовольства. Причем следует заметить, что беспокойство режима далеко не беспочвенно, ведь нарастающая политическая активность населения может привести к концу 25-летнее правление режима. Сегодня по любому поводу таджикистские активисты организовывают в соцсетях флешмобы, и в тех случаях, когда проблема очень остро затрагивает интересы населения Таджикистана, народ подхватывает эту инициативу, как мы уже видели на примерах с запретом посещения женщин в учреждении в исламском одеянии и повышением цен на интернет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok